МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки туроператоров. Правительство направит около 1 миллиарда рублей компаниям, вывозившим туристов из Турции и Танзании. По данным исследования центра Битрикс-24, почти половина россиян работает сверхурочно. При этом 65% опрошенных считают, что переработки допустимы для выживания компании в сложной экономической ситуации. В российских городах состоялись торжества по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам. Он знаменует завершение священного месяца Рамадан. Молитвы в мечетях прошли с соблюдением эпидемиологических мер. В Буэнос-Айресе сотни работников здравоохранения приняли участие в протестном марше. Они потребовали повышения заработной платы и улучшения условий труда на фоне пандемии. В Колумбии не прекращаются протесты против налоговой реформы. Несмотря на обещание правительства отозвать законопроект, предусматривающий повышение налогов, демонстранты продолжают выдвигать новые требования. Второй отчет действующего кабинета министров оставил у депутатов двоякое впечатление. С одной стороны, правительство признает, что страна фактически находится в кризисе. С другой, не было предложено никакой конкретной системы мер. При этом нынешний состав кабмина, в отличие от предыдущих, имеет потенциал для принятия важных решений. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Я считаю, эта команда может более эффективно решать задачи, если она будет проводить свою финансово-экономическую политику, а не политику Кудрина, Суланова, наместников, наследников Гайдаровской, той преступной воровской политики. Это вопрос исключительно принципиальный. Он скорее не финансово-экономический, а вопрос воли. У нас для этого есть необходимые ресурсы. Лидер КПРФ отметил, что главной темой доклада стали меры, предпринимаемые для преодоления последствий пандемии коронавируса. Но граждан страны сегодня интересует другое. Есть мировой показатель. Те, кто живут меньше, чем на 500 долларов в месяц, это нищета. У нас на 500 и более долларов живет только каждые трети 50 миллионов. То есть по мировой статистике почти 100 миллионов. Или за чертой, или на уровень нищеты. Доходы населения падают уже седьмой год подряд. Но никаких системных мер поддержки глава Кабмина не озвучил, отмечают в КПРФ. Хотя доходы населения – это основа здоровой экономики страны. Вот мы можем кучу разных дотаций раздавать кому угодно и как угодно. Но если в семье у человека нет доходов, достойных доходов, чтобы можно было хотя бы накормить, одеть, обуть детей и самих себя. Если нет работы, если нет нормальной заработной платы, если пенсия нищенская, еще и не индексируется, вот об этом тоже так не было сказано, по сути дела, то о каком результате работы правительства можно говорить. Среди других серьезных вызовов, стоящих сегодня перед страной, демографический кризис, технологическое отставание, отток за рубеж кадров и капитала, подчеркивают в КПРФ. Однако эти проблемы не получили должной комплексной оценки. Очень бросается в глаза фрагментарность, ограниченность того круга вопросов, который попал в него. А самое главное, не прослеживается система, которая позволяла бы четко вывести страну из кризиса. Есть лишь набор отдельных мер, где-то в экономике, где-то в социальной сфере, всего вроде бы понемножку, но сказать, что это представляет из себя хоть сколько-нибудь полноценный план по преодолению тех серьезных проблем, с которыми мы столкнулись, вот этого сказать, к сожалению, нельзя. Эти проблемы необходимо решать в срочном порядке, пока у нашей страны есть еще запас прочности, отмечают коммунисты. В противном случае отставание от ведущих экономик мира станет непреодолимым. Надо действовать, исходя из тех ресурсов, которые мы имеем. Другое дело, что проваливаться дальше, это уже будет необративный процесс. Либо мы сейчас оттолкнемся и пойдем вверх, либо страна окончательно кажется среди стран третьего мира. В КПРФ уверены, к тревожным показателям по всем направлениям страну привела политика либерального блока правительства. А у нас, когда Советский Союз был вторым по экономике, по развитости, вторым государством в мире, два президента низвели нашу страну до самого Плинтуса. И на сегодняшний день в объеме мировой экономики мы стали занимать 1,9%. Это что такое? Это говорит о том, что не те люди пришли во власть, не то делают. И поэтому у нас такие успехи, которые можно назвать либо с минусом, либо в кавычках. Единственный путь, способный обеспечить стране поступательное развитие – смена курса. В КПРФ разработаны необходимые для этого инструменты, подготовлены законопроекты и программа по выводу страны из кризиса. Она позволит в ближайшее время сформировать бюджет развития и решить накопившиеся проблемы.